за современные малоэтажные панельные дома добавили нужные штрихи и все будет по красоте с видом как раз ну как шумоизоляция такая сборная завода просто покрась помещение с двумя окнами тепло шумоизоляция на трубах коллекторы на тепло то им удобно сюда дотянуться вот смотрите как-то мрачновато сделали первое на что обращаешь внимание самое интересное кроется вот так реставрирует стены видите леса стандартные классические поставили можно вот так прикоснуться к старине но по кирпичу конечно видно что это уже все восстановлено прошу офигеть вот это старина даже страшно идти иду по лесам охота тут все шатается господи знаете кирпич просто вещь раскрашился ауди смотрите еще есть известняк кроме кирпича плесень шатается все вот эти современный кирпич фасад а вот здесь уже кроме кирпича вот как раз известняковый камень почему чтобы вот вы закладывали сверху кирпича внутри вот такие камня круто очень идем сюда смотрите друзья там рабочий наверху страшно страшно очень высоко и страшно нам бы наверх пройти душно надо залезть наверх посмотреть вааа офигеть смотрите какая красота старинные стены толстенные капец вот он вот он выход смотрите куда-то все толщина стены блин тут три с половиной четыре метра на вот видите тут корабли были шли корабли они прямо из лука стреляли туда видите как восстанавливаем макловица куча инструмента очень красиво ладно пойду вниз не буду рисковать вот смотрите как кирпич раньше выкладывали вот она стена попробуй заберись на такую стену да блин тут наверно метров 20 друзья офигеть тут ведь конечно смотрите очень круто дверь старинная что-то не открывается жалко конечно блин рабочие возвращаются так идем тут капец конечно трогать ничего нельзя потому что под напряжением так в той погибели вот так видите иду сейчас пойду опять вниз блин даже не знаю за что взяться идем еще на лестницу вниз блин вообще на тронулся сейчас-то старинные друзья у нас оборотом дальше в самом конце друзья поддержите мне комментарии напишите что вы вообще думаете стоило сюда заходить что вам показать или нет блин меня закрыли офигеть что делать что делать реально закрыли смотрите дверь закрыта замок висит все выбраться почти выбрался еще немножко подержите ребят у меня о готово я на свободе все побежали отсюда быстрее мы были там где не был еще никто друзья добрый день я андрей артемов а сейчас мы с вами находимся в великом новгороде в районе парка чистые пруды где возводится жилой комплекс барселона комплекс представлен из 6 зданий построенных и строящихся по панельной технологии в комплексе будет 405 квартир с высотой потолка в 2,7 метра по 64 и 71 квартиру соответственно а на лестничных площадках будет по 8 квартир 1,2,3,4,5,6,7,8 178 машиномест на открытой парковке и часть будет расположена вне территории комплекса соответственно почти 44 процента квартир будут обеспечены бесплатными машинными местами на территории комплекса класс энергоэффективности всех зданий высокий квартиры в комплексе представлены от однокомнатных до трехкомнатных квартир и сдаются застройщикам без отделки согласно данным квартирографии 49 процента от общего числа квартир занимают однокомнатные квартиры однокомнатная квартира стоит от 3 миллионов 200 тысяч рублей на вторичном рынке квартиру можно приобрести от 3 миллионов рублей но дисконт не очень интересный и брать в ипотеку такую квартиру ну совсем не выгодно отмечу планировочные решения от застройщика они очень компактные и комфортные и не нужно переплачивать за ненужные квадратные метры и в дальнейшем при обслуживании коммунальные платежи будут соответственно дешевле в шаговой доступности комплексу находятся 3 детских садика но согласно официальной информации на сайте садика везде где должны быть показаны есть места или нет стоят прочерки поэтому непонятно есть места в них либо нет школа находится дальше от комплекса так 16 школа находится примерно в 3 километрах 300 метрах а 17 школа в 3 километрах 800 метрах от комплекса самое интересное кроется в фасадных панелях они трехслойные внутри находятся базальтовые утеплители за счет слойности панелей достигается высокий коэффициент по энергоэффективности как правило в таких домах летом прохладно, а зимой тепло вот он парк чистые пруды здесь скажем такое большое озеро разделенное на две части очень конечно здорово здесь особенно летом ну смотрите дома смотрятся по мне очень красиво смотрятся фасады вообще даже непонятно что они панельные потому что нет привычных нам стыков как в советских панелях к которым мы привыкли нормальные стоят лавочки урны но соответственно детской площадке вот на эти все дома по мне как-то маловато но пройдем дальше посмотрим может быть здесь еще за углом к примеру дома еще что-то есть соответственно здесь первое на что обращаешь внимание это просто вот здесь отсутствие деревья какого-либо кустарника ну был бы кустарник и деревья смотрелось бы конечно лучше ну спортивная площадка это просто вот обратите друзья свое внимание это просто ну вот что-то так влепили и влепили на этом забыли давайте пройдем посмотрим что вокруг дома а потом зайдем и посмотрим что уже внутри этих домах вот они панели вот это кстати одни из интересных квартир двухкомнатные вот видите здесь угловые окна больше света мастикой промазано хорошо панели сверху просто окрашены приятно что слышите есть шумоизоляция окна кстати ламинированные обратите внимание что все сделано в уровень землей здесь я понимаю это будет первый этаж коммерции откроют магазины здесь уже открыт пункт пункт выдачи озона вот видите уже все приобрели и куча второго материала сегодня кстати воскресенье воскресенье поэтому никого нет ну вот можно конечно да отметить вот такие места вот ветер дует вот это все трясется то есть можно было лучше закрепить пройтись герметиком но видно здесь что-то было не так ух ты а это что у нас здесь такое две панели вот это как раз проемы защеканенные там цементом или бетоном сварили вот эти панели над входом и как раз вот там что-то протекает вот это следы влаги вот видите как все текло смотрите друзья бетон вот он базальтовый утеплитель и дальше снова бетон вот он пирог этой стены сушки ну плиты смонтированы хорошо есть трубки для вывода конденсата то есть вот он получается шов да вот она резина мастика верни мастика окна видно установлены хорошо установлены на специальные планки но здесь еще конечно видно что будет облагораживаться есть парковка должна быть какая-то дворовая территория есть освещение парковки кстати вот здесь вот сдано три дома и три еще строится то есть вот раз два три дома ну и соответственно пока вот видно что люди еще начинают делать ремонт потому что первый дом если не ошибаюсь сдан двадцатом году и соответственно еще не все заехали сейчас посмотрим тут открыто или нет да здесь открыто заходим вот это у нас ниша в тамбуре как раз для того чтобы положить сюда коврик чтобы можно было вытирать ноги это будет в уровне с всей поверхностью это хорошо мне нравится что большие входные алюминиевые двери ну-ка света здесь нет гипсокартон штукатурка карает ну видно строители здесь уже конечно для того чтобы проходить и доводчик сняли ну вот видите все зависит от людей здесь уже тепло внутри заходим здесь у нас лестничный марш наверх обычные завода бетон у застройщика кстати прикольно что у них у самих завод карьера нет все плиты все делают сами и потом соответственно монтируют и продают нам с вами квартиры есть друзья указатель какие здесь находятся квартиры вот мы заходим внутри у нас получается сразу лифтовой холл из наверное вот минусов для меня первое это обрамление смотрится дешево очень дешево могли бы сделать обрамление немножко другим более дорогим и смотрелось бы совсем по-другому видим это у нас ригель или да это ригель для усиления несущей способности перекрытия что-то здесь с потолком немножечко вот смотрим двери нормальные хорошие широкие двери два замка ручка глазок то есть все как надо ну и не так много квартир как могло бы быть лифты кстати у отис вот у отиса есть прикольное обрамление вот это смотрится недорого даже знаете что-то захотелось либо это окрасить другим цветом чтобы смотрелось по-другому либо просто приклеить пленку самоклеющую и все ох ты друзья грузопассажирский лифт на две стороны мы с вами поднимемся на самый последний этаж мой любимый ген-2 с режимом регенерации энергии достаточно дорогие лифты молодец застройщик очень неожиданно я вот на эти дома смотрю ну они даже по питерским меркам смотрятся симпатично вот эти напишите друзья в комментарии как вам внешний вид этих домов здесь конечно чувствуешь себя как вагончики застройщик мог бы натянуть красивый баннер своей рекламы и смотрелось бы все совсем по-другому слушайте лифт едет достаточно шустро мы уже с вами на девятом этаже ну-ка разговаривать нет 9 этаж выходим на другую сторону так я не могу понять где здесь датчики они либо внутри либо нет сейчас давайте проверим слушайте значит в питере очень часто застройщики во всех комфортах бизнесах экономит стоит просто датчики вот здесь по одному датчику то есть это чем плохо то есть идет взрослый когда до датчик сработает но если у вас и побежала кошка собачка или маленький туда ребенок то может не сработать и его прижмет то здесь видите сделано на всю длину здорово что ответили и кстати обратите внимание здесь как у многого комфорта и бизнес-класса всего лишь один датчик это у нас с вами лифтовой холл ну здесь сказать что хорошо конечно нет как-то мрачновато сделали а мне не очень нравится вот эта сама штукатурка то есть здесь она вообще как-то наляпана если бы были просто гладкие стены смотрелось бы интересно что за этой дверью мне тоже непонятно нет ни одной почему-то надписи ага это у нас вход квартиры здесь уже намного светлее вот смотрите и все 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 вот саморезы все посыпались вот так они все это крепят надо крепить нормально давайте мы сюда вот так в сторонку положим чтобы потом застройщик смог прийти и исправить по гарантии потому что гарантия на этот дом 5 лет ну вот так мы все можем обойти посмотреть слушайте классно здесь вся подводка воды получается сверху идет а это мы снова попадаем в лифтовой холл слушайте здорово что небольшое количество квартир 1 2 3 4 5 6 7 8 ну все соответственно все как у застройщика на плане вот здесь какое-то тех помещение то ли для обслуживания лифтов то ли еще чего-то и у нас здесь лестничный марш вот кстати отмывали бы нормально потому что вот смотри здесь даже ограждение то есть оно не дорогое но при этом за счет вот этой трубы смотрится достаточно неплохо есть конечно моменты что строители пока строили все обляпали обшарпали и соответственно вид уже не такой приятный как могло быть здесь у нас от застройщика уже двухкамерные стеклопакеты и вот отсюда вот такой открывается красивый вид конечно классно что вот она сама река забыл как мост называется ну и парк парк конечно назвать это тяжело потому что его нужно обустроить так это просто обычный водоем с травой и немножечко здесь есть деревьев ну кстати неплохо смотрится ждали жаль что сегодня ветрено фурнитура здесь стоит одна из недорогих но окна кстати закрывается плотно хорошо и не слышно никакого-то звука дополнительно выход у нас на кровлю так электричество подвели конечно не очень правильно мне кажется решение и вот тоже вот эти шкафы понятно что нормальные люди сюда не будут лезть но часто к сожалению бывает немножечко не так закрыто ничего себе спустимся с вами на в самый низ и пройдем в соседний дом здесь кстати на потолке у нас тоже караед штукатурка ну давайте друзья раз вот видите ремонта все делают измерим высоту соответственно скорее всего в квартире будет аналогичная берем мою супер моего помощника слушайте 2,7 ровно от плитки ну как я и говорил застройщик в квартирах аналогично 2,7 метра обратите внимание вот здесь есть указатель да вот мне например лично не хватает его вот здесь чтобы его повесили и было понятно куда чего идти но при этом кстати отмечу что нормальность указатель квартир сразу понимаешь где мне нравится что звонки современные виде выключатели они находятся в нижней части то есть если у вас есть маленькие дети то им удобно сюда дотянуться и они не будут вам долбить в дверь чтобы мама с папой открыли соответственно квартиру вход в дом мне нравится в уровень землей здесь у нас щетка для обуви что вот так вытирать ноги грязь не шла туда здесь у нас находится тамбур система допуска что пишут компания максима обслуживает домофоны это та же компания максима плюс которая и предоставляет услуги интернета при входе с левой стороны мы видим табло про управляющую компанию почтовые ящики ну обычно нормальные почтовые ящики при этом два цвета могли бы кстати дешевле сделать ну в принципе и все здесь грилята хорошее кстати решение смотрится неплохо еще вот поровнее бы положили когда туда что-то видели слаботочку или лампы меняли поставили бы смотрелось нормально здесь даже смотрите и обратите внимание есть указатель что лифт у нас получается на первом этаже и вот все аналогично слушайте молодцы молодцы все неплохо но есть над чем поработать говорю неплохо потому что за эти деньги то есть за 3 миллиона 200 тысяч рублей что здесь стоит однокомнатная квартира но в питере вы сами знаете что можно купить ничего студию даже не купишь стоит все на порядок дороже пункт выдачи озона один конечно из нюансов то что жители ставят кондиционеры и конечно просто портят внешний вид фасадов этих зданий здесь обратите внимание есть название комплекса вот этот как раз дом где сделаны рекламные фотографии где вот это все сделаны красота в других я почему-то этого не видел здесь отделка более приятно здесь она ну тоже типа короеда окрашена так смотрится красиво здесь просто она беленькая тоже смотрится неплохо ящики уже одноцветные обычно нормальные ящики тот же отис двухсторонний скамеечку поставили такую классную здесь конечно большой плюс что из особенностей здесь уже в этом доме вот именно вот вы здесь видите проходная вот почему-то в том я то ли не нашел то ли его там нет то есть они немножко разные скорее всего здесь одно количество квартир а в том доме было другое количество квартир и они немножечко отличаются и вот здесь вот за этими дверьми которые на все этажи там находятся счетчики но к сожалению почему-то люди по счетчикам не платят а платят как обычно по среднему и вот это друзья просто круто обратите внимание прямо в уровень землей у вас большое панорамное окно ну очень достойно очень очень достойно из того что конечно здесь мне лично не хватает это деревьев и каких-нибудь кустов комплекс эти находятся на самом въезде в город и для тех кто часто путешествует кто любит тишину это очень хорошее место для жизни так мы сейчас вот к этому пройдем который строится еще который не сдали значит сейчас немножко поговорил жильцом сам парк чистые пруды на него уже сделан проект сделаю вставку и здесь будет просто очень очень круто это сейчас все увидите на своих экранах и конечно парк еще добавит стоимость квартирам и добавит скажем преимущество этому месту я например мне очень нравится знаете жить когда меньше людей когда все находится там шаговой доступности вот вот здесь мне нравится даже смотрите современные баки они закрыты для того чтобы ветром и собаки ничего не разносили почему-то будку такая знаете покосившись непонятно так специально сделан или так получилось вот видите да обратите внимание тоже вот они долбят фасад зачем-то ставят себе кондиционеры и делают это все вот ну то есть они его просто ломают убивает этот фасад надо это все закрывать конечно должна управляющая компания будет работать с этими людьми чтобы с этими жильцами чтобы соответственно они это все исправлялись за свой счет вот у нас старая спортивная площадка видно что это все делают брусчатка смотрится классно смотрится хорошо то есть я перед тем как ехать именно в этот комплекс посмотрел остальные новостройки их не так много в Великом Новгороде это обычный монолит кирпич либо панелька а здесь конечно вот эти панельные дома смотрятся очень круто очень классно мне нравится кстати сразу обращаю внимание по гидроизоляции так как нам пройти о сейчас мы с той стороны пройдем а что еще забыл сказать начинается второго этажа оконные проемы увеличенной площади вот здесь аналогичная ситуация сейчас мы пойдем к этому дому и посмотрим слушайте классно вот сюда асфальтчик закатают посеют травку не хватает кстати обычного резинового покрытия на детской площадке это было бы хорошо на что я здесь друзья обратил внимание вот это просто черный это праймер то есть взяли покрасили скажем так и копал европейский производитель один из самых считается лучших качественных и соответственно дорогих и вот здесь смотрите где стыки панелей там прошлись как раз еще и мягкая гидроизоляция для того чтобы влага вообще туда вовнутрь не смогла пройти на данный момент вот так выглядит входная группа обратите внимание тоже идет гидроизоляция для того чтобы там сухо было слушайте высота здесь такая прилично ого ого видите вот это белое это велотерм это специальный жгут лифты лифтовой холл панели между панелями раствор слушайте он такой нормальный плотненький вентиляцию тут вижу так а лестница похоже с другой стороны зря сюда шел ах и блин слушайте хорошо закрыто нормально не закрыли это бетоном закрыто внутри вообще по идее даже и трещин здесь не будет сами плиты 16 см если не ошибаюсь получается межквартирные 16 см а фасадные слушайте вот она тут 40 см наверное почти вот она кстати мастика утеплитель виден у всех зданий свайно-ростворковые фундамент то есть били сваи сделали обвязку и пошли дальше возводить дом достаточно хороший и крепкий будет фундамент строящийся дом видите окна с кбе на пластинах нормально пропинили потом все это зашьется и вообще не будет продуваться лестничный марш вот они уже готовые здесь они соответственно смонтированы по этой трубе подается песчано-цементная смесь для стяжки полусухой вот у нас друзья обычный этаж первое из плюсов это то что для меня стены все из бетона это хорошая звукоизоляция и это безопасность потому что если ставить дверь в блок это одно качество а в бетон совсем другое коллекторы на теплу санекс слушайте это не дешево реально не дешево это у нас друзья клапан для сброса воздуха лишний весь воздух который появляется в системе он через этот клапан выходит вот она получается приток что пойдет в квартира это уже обратка холодная вода тепло-шумоизоляция на трубах стяжки слушайте держится крепко вот заходим в квартиру что мы видим мы видим газоблок пластиковую обляпанную трубу тепло-шумоизоляция идет на пластике а на нее просто поставили могли бы на хмуты чтобы лучше крепче держалась одно из мест которые это во всех панелях с обратной стороны здесь звонок а здесь соответственно выключатель газоблок швы все промазаны обычной штукатуркой разводка системы отопления снизу подачи идет вот как раз шланги для этого всего ну и что друзья давайте мы вот здесь как раз с вами измерим высоту потолка здесь она без стяжки от пола бетона до бетона 2,77 сейчас посмотрим квартиру и пойдем смотреть с вами что они делают там наверху как все это происходит проемы здесь уже увеличены вот она видите нижняя часть это дополнительно то есть больше света три больших створки тоже все на пластинах не слышно чтобы дуло потому что ветер на улице достаточно сильный газоблок ставят на клей это тоже плюс вент короб вентиляция посмотрите что у нас здесь с вентиляцией у них ага вот она тут у нас так ничего не видно это у нас хочу какую-то большую квартиру по площади найти однушка а вот большая должна быть квартира прихожая здесь мне нравятся большие ванны вот они помещение с двумя окнами это просто огромный плюс мне вот нравится когда много света слушайте ну здесь просто толстенные стены хоть это и панельный дом но обратите внимание как все хорошо сделано молодцы вот они кстати где проходят все закладные здесь будет вся электрика уже все идет с завода потом просто кабель протащат куда нужно и все углы нормально замазаны ну почти нормально так как все сдается в черновой отделке поэтому тут самого смысла придираться нет потому что и так все исправится но здесь есть ну-ка что-то у нас воды налили подтекает но есть особенность конечно у всех этих домов то что здесь нет ни балконов ни лоджий если вам нужен балкон или лоджий то это конечно комплексный для вас вот еще одна друзья спальня они все небольшие по 10-11 метров но смотрите вот мы сюда ставим кровать сюда где-то стол обратите внимание что на низком уровне находится там будущее ваш подоконник и мне нравится что здесь вот такое угловое окно ну здорово же можно соответственно смотреть и на парк и на спортивная арена и детский садик также кстати чуть было не забыл показать что при входе у нас есть вот такая ниша где будет у нас соответственно автомат в дальнейшем вот уже силовой кабель здесь подведен ну и соответственно когда установят то есть он не будет торчать и это достаточно удобно если вдруг вы захотите шкаф например сюда поставить понятно откуда влага подключали видно проверяли вот видите уже подключена система отопления сделали разводку по полу вот он идет и проходит к вашим радиатором между плит нормально обратите внимание все за чеканино бетоном плиты между собой обварены для жесткости здесь у нас будет подрозетники это я понимаю кухня наверно штуки три сразу вентиляция тут у нас кабель идет все это потом закроют так ванну давайте смотреть ванная комната достаточно большая газоблок на клею просветов я нигде не вижу проверим стенку держится крепко но есть небольшая вибрация еще было бы интересно понять чем они за чекани вот тут видите примыкание самой стены с газоблока к перекрытиям вот у нас трубы о слушайте здесь уже завода видите то есть их не вдалблют ломами как это обычно происходит и происходило а здесь уже нормальные технологические отверстия вот видите вот здесь вот так закрыли сверху соответственно даже заливает бетон либо цемент кстати поднимемся выше посмотрим друзья а вентиляция здесь обычная обычная классическая вентиляция сборная завода вот видите приварили промазали специальной краской все давайте в эту же квартиру поднимемся на этаж выше демпферная лента для стяжки о у нас как раз здесь стяжку делают а тут подготовили понятно сушите вот так закрепил свой фонарь смотрите что я вам хочу показать сейчас мы с вами друзья сможем измерить толщину перекрытия толщина перекрытия составляет 0 22 то есть 22 сантиметра почти 23 сантиметра стандартное монолитное перекрытие составляет 20 сантиметров очень часто строят перекрытие с более меньшей толщиной что естественно отражается на звукоизоляции здесь я так понимаю прокладывать застройщик армирующую сетку это большой плюс вот она машина как раз которая подает смесь используют здесь для шумоизоляции стенофон вот он стандартный материал ну как шумоизоляция такая достаточно посредственная так куда что там идешь что дальше здравствуйте вот он будущий коридор лифт о слушайте классная планировка это у нас однокомнатная квартира при входе обратите внимание здесь можно просто сделать огромную гардеробную большое трехстворчатое окно для меня тоже это большой плюс с видом как раз на озеро большая ванная слушайте здесь уже закладные есть обратите внимание что связка идет к бетонной стене к панели при помощи арматуры это плюс для жесткости это кухня кухня небольшая да кстати здесь кухня получается около там 12 с копейками квадратных метров а вот это соответственно у нас здесь чуть больше около 14-15 то есть побольше комната чуть меньше кухня и большая гардеробная слушайте хорошая планировка с большой комнатой так 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 смотрим что еще еще однокомнатная пойдемте выйдем на крышу друзья напишите обязательно в комментарии вообще интересно ли вам видео о новостройках с других регионов нашей страны сейчас вам покажу одну из классных планировок двухкомнатной комнатной квартиры заходим друзья в нашу будущую квартиру большая прихожая огромная просто ванная смотрите с каким большом большим окном я все здесь поставил он как раз душевую кабинку чтоб сэкономить место санузел слушайте здесь большое количество места очень здорово очень здесь при входе мы видим будущую кухонную зону она как раз просится такой нестандартной буквой п сюда а здесь у нас такая гостиная большое трехстворчатое окно также с видом на озеро слушайте класс очень классная планировка и две комнаты одна комната с угловым окном больше света больше соответственно вида и еще у нас одна кстати обратите внимание что перемычки у нас здесь здесь же газоблок перемычки просто положили два куска арматуры и сверху газоблок то есть застройщик здесь пошел таким простым способом здесь видите нагрузки особо никакой нет поэтому кстати газоблок и так держится можно потом просто выпилить и ничего даже не рухнет и вот еще одна комната еще одно помещение обычная спальня больше не нужно и свежая свежая стяжка они ее ровняют правилом вообще красавцы а вот у нас купола для воздухозаборников видите для вашей вентиляции а из нашего окошка детский сад виден как на ладони а здесь просто потрясающий вид друзья вы обязательно должны поставить лайк и оставить свой комментарий по этому виду идемте смотреть просто класс лежишь на диване и ощущение что ты как раз на берегу озера чайки скорость зеленеет это все обустроит и будет настоящая красота сейчас мы с вами посмотрим самую большую площадь это трехкомнатная квартира пошли заходим здесь у нас прихожая сразу у нас раз туалет вы только обратите на эти габариты друзья внимание смотрите сколько здесь много места сюда еще можно душевую кабинку поставить ванна и самое классное место это большая кухня столовая для меня например удобно что пришли переоделись к вам также пришли гости здесь все разделить заходим сюда и здесь большое пространство для жизни здесь будет собираться друзья вся ваша семья все ваши друзья все будут здесь вот эти планировки сделаны как раз на европейский скандинавский лад мастер спальня почему мастер потому что вам сейчас кое-что покажу понятно да что кстати здесь стены здесь бетон я бы здесь даже при ремонте просто бы их красил и все и экономил бы на этом очень хорошо деньги также бы красил потолок и не заморачивался бы мастер спальня потому что здесь своя гардеробная достаточно большая по площади сюда уйдут все вещи также напоминаю что окна у нас увеличенного проема окна здесь тоже стоит кбе но вот это конечно площадь здесь более 20 квадратных метров очень-очень приятно и еще у нас друзья две комнаты как раз для ваших детей для старшей дочки или сына с угловым окном и для младшего сына или дочки с обычным окном вид конечно отсюда классный мне вот например нравится то что здесь вот это все обустроит и соответственно очень-очень красиво смотрится во-первых фасад классно смотрится мне нравится то есть и вроде и цвета такие интересные но и в то же время они такой знаете необычный молодец хорошо еще бы занялись бы нормальным зеленением немножечко добавили нужные стрихи и все будет по красоте вот как вам кухня гостиная друзья оцените по пять баллов пять это супер ноль это очень плохо а сейчас хочу для сторонников анти вернее сторонников панельного жилья сказать следующее обратите внимание что на заводе вы получаете заводское качество я поэтому за современные малоэтажные панельные дома бетон когда выливают то есть всегда вот так ровно сделать стыки ну не всегда получается к сожалению почему-то у наших мастеров поэтому конечно когда у вас есть заводское качество это заводское качество когда делают на месте это все равно немножечко не то поэтому здесь когда вы приобретаете квартиры и потом делаете ремонт и здесь можно даже не штукатурить стены если в принципе по геометрии все в порядке ее можно просто зашпаклевать и окрасить также конечно было бы неплохо если бы застройщик примеру стены возводил из гипсокартонных плит потому что если бы из ГКЛ делали бы стены там было бы очень просто и легко монтировать выключатели розетки и все остальное кстати хорошо смонтированная стена не уступает ничуть другим каким-то стенам из других материалов но она проще в монтаже проще в уходе и намного проще когда вы делаете ремонт просто покрасил или поклеил обои помните была юпи просто добавил воды вот здесь просто покрась не знаю как вы но я например давно себе хочу частный свой собственный дом я рассматриваю различные конструктивные решения для его строительства иногда я думаю есть застройщики свои заводы почему вы не делаете домокомплекты и я когда соответственно собирал информацию смотрел про этот проект зашел на сайт застройщика хоп а они делают домокомплекты и причем это стоит достаточно нормальных денег чем интересно например для меня домокомплекты это быстро возводимый дом в этом году ты сделал фундамент в следующем году тебе приехали ребята за там 3-5 дней собрали у тебя полностью всю коробку и сиди занимайся внутри отделкой либо нанимай кого-то по мне это здорово потому что экономишь деньги и время впереди мы с вами видим современный трехэтажный детский садик у каждой группы закрытая терраса территория смотрится красиво рядом физкультурный центр симпатичные дома друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи и подпишитесь на канал Субтитры подогнал «Симон»